Сегодняшний день глава, который мы сегодня с вами пройдем, это Парашат Нуах. Парашат Нуах рассказывается о историческом великом событии, которое произошло, именно о наводнении, о истории, о которых мы все знакомы, все знаем. Это, скажем так, историческая вещь, которая один в десять раз именно произошла в мире, то, что весь мир, вся планета, в принципе, кроме, может быть, страны Израиля, все было под водой, и Ноах, все эти тьмы, и все животные, они спаслись от этого великого наводнения. И причина всего этого, так как уже Тора, в принципе, пишет, это было плохое поведение этого поколения, ужасное поведение, и после многих упреков, которые Нуах сам давал, и после того, как Нуах строил, в принципе, 120 лет, это его ковчег, это должно было быть притие для народа, тоже большим упреком, чтобы народ осознавал то, что Нуах знает что-то больше, чем эти люди, и у них есть пороческие видения, и действительно, если они не возвратятся, если они будут делать чугу, то, да, действительно, произойдет наводнение, будет произойдет страшно вечно в ними. И несмотря на это, народ не послушался, и произошло то, что произошло, и остался Ноах, и выжил, и он именно единственный, кто выжил, кроме некоторых, и еще маленьких людей, которые были в ковчеге, как Огмель Хабаша, по некоторым мнениям, в Медрэше, или, может быть, даже Каин, по некоторым мнениям, но это уже Медрэши, но основное, то, что написано в Торе, это Нуах и его семья. Вы хотели бы сегодня посмотреть такую очень интересную линию, которую мы находим во всех этих историях, то, что связано с Нуахом, чуть-чуть поколение до Нуаха и поколение после Нуаха, а человеческих поступков, как человечество противовел доброго, вел себя, и с Божьей помощью, может быть, это будет тоже большим уроком даже для сегодняшнего дня, потому что на первый взгляд, когда мы смотрим, дорогие друзья, найти все недельные главы Нуаха и так далее. Певадай, после уже лех-леха, нам уже дается больше хизу посмотреть, кто был наш прадед Аврама Вину, кто был Ицхак, Яков, Певадай. Но это вся история прежде всего Нуаха и конец книги Берешит и Нуах. Нам, может быть, кажется, что очень все сухо, но с Божьей помощью, если посмотреть, что на самом деле там происходило, посмотреть, что с Медрэшием в комментаторах, что там действительно произошло, то, может быть, с Божьей помощью мы так будем в состоянии взять какие-то уроки для нашей жизни тоже, в нашем сегодняшний день. Во-первых, мы даже знаем, что до того, как произошло это страшное событие, как наводнение на всю планету, было еще одно наводнение до этого, которое рассказывают наши мудрецы, то, что поколение Энуша, который был уже близко к Аврамовину, извините, Адамаришину, поколение до Нуаха, у них уже было наводнение, тогда, когда океаны поднялись, и стерся треть планеты. Треть планеты стерся от Земли, и несмотря на то, что люди видели, то, что их поведение, это не совсем хорошо, и Творец может, на самом деле, наказывать их очень сильно. Несмотря на это, треть планеты ушло, а не человечество продолжает их неплохое поведение. Продолжает их плохое поведение, сейчас посмотрим, в чем именно это все проявлялся, но страшным образом, дорогие друзья, страшным образом. Если мы сегодняшний день смотрим на наш мир, и мы видим настолько он нездоровый, настолько в него есть не совсем здоровые, миновейшие для нас, для наших детей, мы видим разврат, который происходит вокруг нас, посмотрев, мы решим, которые описывают состояние этого поколения, который был в Нуах, и поколение, которое было наводнение, и до этого, мы видим это, то, что даже абсолютно невозможно сравнить, и даже не подходит чуть-чуть, даже того, тому, что, как бы, мы сегодняшний день именно видим. Развраты и ужасное поведение человечества, того поколения, было намного, намного больше, намного страшнее, чем мы сегодняшний день это все на самом деле видим. Описывают наши мудрецы, что на самом деле происходило в поколении Нуаха. Написано в книжке, один из самых первых книг, которая была в юридском народе, вот написано, это книга, которая называется «Пиркет Рабелезер», которую написал учитель Раби Кивы, Рабелезер бен Гурканус, и он описывает в своем мудреце, что было на самом деле во время Нуаха. Говорит, напиркет Рабелезер, то, что все люди, которые были вероотступниками, а именно репелировали, они ходили именно против Творца. Это значит, не просто то, что человек сделал что-то не так, а именно делать именно давка, намеренно, потому что Творец хочет этого, мы делаем напротив этого, именно по этой причине. Все, говорят, эти люди, описывают наш «Пиркет Рабелезер», они все, говорят, происходят от Кайна. От Кайна. Как мы знаем, у Адама и Хавы, у них был сын Хевель, и по многим мнениям, Митрешием, Кайн, это не был на самом деле сын Адама, и потом у них рождается Шет, от кого на самом деле все человечество в конце концов на самом деле происходит. Говорят, все эти плохие люди, плохие люди, которые были, это были на самом деле люди от Кайна. И что на самом деле они говорили? Поколение Кайна, поколение Ивоковы, потомки, они говорили «Нам не нужно на самом деле творец, нам не нужно ничего на самом деле от Творца. Нам не нужно даже дождь от Творца. Мы не хотим его. Значит, мы не хотим слушать то, что от нас хочешь, мы не хотим тебя, от тебя никакого блага, от тебя ничего, абсолютно мы не хотим. Мы не хотим твоих путей, абсолютно ничего». Значит, мудрецы описывают, вкратце можем это чуть упомянуть, то, что у этих людей было знание, как они могут через лошина кодыш сказав определенные слова повлиять на миры, повлиять на ангелов, чтобы эти ангелы, эти духовные силы, эти духовные объекты, они давали им определенные благословления, определенные вещи, то, что им нужно было. Им нужна была дождь, они могли бы сказать определенных вещей, определенных слов, и они могли на самом деле этих активировать, грубо говоря, того ангела, который был ответственен за те или именно вещи, то, что им нужно было. Здоровье, 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 и было все, то время было, не было даже болезней, как мы уже в прошлом году сказали, уроки, с какого момента причем начался именно болезнь, это было много позже, но все то, что им нужно было, все было это, нам не нужно говорить Творец, нам не нуждаемся, мы не хотим тебя тоже, мы не хотим твоих законов, мы не хотим ничего против тебя. И так и написано, Сурмимену, Йов пишет то, что это народ, поколение, говорил то, что Творец, уходите от нас, мы не хотим тебя, мы не хотим тебя. Теперь, это вызвало тому, то, что поведение этого поколения было чрезмерно развратным, чрезмерным на плохим. Настолько-настолько, то, что наши мудрецы описывают, опять-таки в этом месте и Танаде Бельяу, описывают то, что люди ходили полностью полностью, в буквальном смысле, полностью голыми, без одежды. Так и говорится в Мидреше Танаде Бельяу, то, что люди говорили нам не нужно, мы не нуждаемся в тебя, они снимали намеренно их одежду от тебя и не выкидывали. Они ходили просто вот так. И что происходило? То, что они вызывали именно в других притяжение, именно в чужому полу. И даже вещь, которую людям не хотелось, да, они заставляли их есераны больше и больше пробуждаться. И, дорогие друзья, чтобы вы не поняли, это не был дома или где-то в скрытом месте. Они ходили, как животные на улице, на улице, дома, в закрытом месте, на улице ходили. И везде именно ходили вот так. И не только то, что они развратничали, как бы развратом, они развратничали всеми абсолютно, даже развратом, который человеческий, душа даже не требует, нет у него притяжения к этому. Настолько-настолько. Так, как Гемера говорит то, что у человека нет притяжения к своим родственникам, как маме. Нет у человека этого. Или к своей дочке, не дай Бог. Или жене своего брата. Нет у человека этого притяжения. Они даже этого на самом деле именно делали. Ужасно, да, представляем именно поколение, которое ходит, как животные, полностью абсолютно голым. И разврат просто везде. И что мы думаем, где был разврат? Просто так? И кроме того, что они ходили на улице, и разврат не был просто тоже на скрытом месте, так и прямо с текстом написано «Бегалуй у бараховод». Разврат был и в открытом, и на улице. Вещь, которая тяжело даже уже подумать, не дай Бог, это такая вещь. И это то, что написано в нашем Торе. Потому что Творец увидел то, что велика, очень большое, на самом деле, зло в этом мире. Зло именно люди заставляют себе именно вести, именно заставленным образом пробуждать свою церковь и так далее. Теперь, в этом как бы состоянии, когда мир находился, есть интересный момент, который рассказывают опять-таки наши мудрецы. То, что ангелы, они увидев Бнот Кайн, дочери именно Кайна, то, что они настолько были красивы, они были, именно они так были, именно все открыто и так далее. Они начали хотеть, они начали возжелать, на самом деле, этих дочерей. И там есть целый Митраж, как это произошло, но напишем в Скарбе это вкратце. Творец их спустил, на самом деле, внизу, и они начали развратничать тоже именно с людьми вместе. Они получили такое же как бы тело, как бы человека и так далее. И от них рожались великаны. Рожались великаны. И только просто то, что великаны, они именно начали тоже опять-таки ходить против Творца. Ходить именно давко отрицать именно Творца. И воевать именно против него. И это, друзья, тоже прям тексты можете посмотреть именно на вторе. Тут написано то, что В конце книги Береши написано Великаны были именно на земле. Можно сказать, что это великаны. Можно сказать, что это вещи, которые упавшие были именно на земле. Объясняется тут сразу Йонатаб бен Узиэль. Кто это такие? Это Шемахазай Ве Узиэль Ве Узиэль Эти два ангела, которые именно спустились, и они начали именно делать именно эти страшные вещи. Представляете, до такого момента доходило их просто разврат и их именно поведение. При всем этом мы думаем, что это закончилось только на этом страшном поведении. Это не было конец. Это не был конец. Кроме того, то что, всех этих страшных вещей, то что у них было, они начали воровать друг друга. И во всех на вещах, то что им нужно было. Мы зайдем, мы на Митрашим, куча им рассказывают, как они вели себя и так далее. Как это все начался. И Вехамаз и Шугудамин И убийство И Воровство И наши пудрецы говорят то, что При всем этих страшных вещей и страшного поведениями на поколение Гзардин Окончательный приговор был ко всему этому Воровство. Представляем себе Весь этот разврат, весь это убийство, все-все-все то, что происходило До того момента, когда они не начали именно воровать Мир, да, ходил так И Творец никак именно их не наказывал Ибо вот так, как мы знаем, милосердие и Творец именно продлевает его ярость на долгое время Но тогда, когда приходит именно Речь о воровстве Это было именно по окончательной, именно печать к тому, что Сейчас тоже произойдет и то, что именно произошло Дорогие друзья Отношения с другим именно видом Чтобы разные виды имели с другими отношениями Можно себе представить, такое именно решут, такое именно злодейство Иметь вот это Заставлять именно Дикие животные С соседями С домашними животными И все животные Над человеком Человеком Над всеми животными Видишь, которым Человеческий разум тяжело именно представить И настолько, настолько То, что Все были испорчены настолько То, что даже собака ходила Возле 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 Диких именно животных И говорит Курица с гусем И так далее И Написано то, что Не только то, что люди именно заставляли Грязь И Скажем так Плохое влияние Через действие человечества Оно настолько стало сильным То, что мир Сам по себе Уже стал именно грязным Описывают наши мудрецы То, что Когда Происходят определенные Действия Негативные Мы не только влияем на нас Мы думаем, что вот Произошло что-то Негативное Или мы делали какую-то Митцву Произошло что-то Позитивное здесь Да, у нас записывается Наверху на небеса Какая-то галочка Этим дается хорошее благословление Человеку Или не дай бог Что-то плохое Описывают, говорят наши мудрецы То, что Эти животные Они начали Самому Они сами начали Вести себя уже Неправильно Да Курица ходил с Имел отношение с гусем Это ненормальный Ненормальный Скажем так Проявление этого мира Творец так не создал Но что? Что произошло тогда? Как это может быть? Даже если человек не заставляет Разве что Курица может пойти с гусем? Да Как это может быть? Говорят наши мудрецы То, что так написано В комментариях Что тогда Когда мы делаем определенные действия Мы влияем На абсолютно весь мир Позитивно или негативно Если мы делаем что-то доброту Мы делаем именно что-то хорошее Мы этим тоже на людей В этом мире Приносим тоже желание к этому доброте Чтобы другой человек Тоже сделал что-то доброту И не только даже человек Который видит В духовном плане Проявляется больше желания Чтобы больше было на самом деле Вот это именно действие Которое мы делаем А и не дай Бог Негативная сила То же самое Негативным поведением В этом месте Где мы делаем что-то не так Тоже вокруг нас Тоже у людей есть Больше именно стремления к этому Доказательства к этому Или же Вещь наяву Которую мы можем это посмотреть В любом месте Где мы пойдем Зайдем в стране И мы автоматом почувствуем то что В этом стране Чем-то подпихивает Не только запах Который на базаре Или не только запах Который стоит в этом А определенные Тяжко определенные вещи Есть места где человек идет И там есть тяжко Не знаю разврату Есть там тяжко В другом месте К воровству Есть там тяжко Большое именно к деньгам Есть большая тяжко Разным абсолютно именно вещам Потому что эти люди Которые живут здесь Они именно место Поменяли Место именно поменяли Из-за этого Настолько сильно Стало влияние Людей и человечества С того времени То что весь мир Абсолютно поменялся полностью Так как Мне кажется Время Люпиан Пришли в своей книге То что У них был В каком-то месте Был больница Где В этом В этом В этом В этом больнице Как бы там Люди очень часто умирали И Потом узнали что То что все люди Как бы в принципе Что с этим Происходит В чем причина Оказалось то что Эта больница Раньше была тоже больницей И там были Очень-очень больные люди И Стенки Несмотря на то что В стенках Уже была Пропитана Эта болезнь Эта Этот Вирус Что бы не было Я не знаю Пропитана Уже была именно там И даже если нету Ты не видишь Глазами это все Но автоматом Это влияет на человека Автоматом Влияет на человека Посмотрим на сегодняшний день Это наверное Вы можете посмотреть Человек Находясь В одной комнате В одном Очень близости С человеком Который есть Вирус Как корона Да Больше чем 15 минут Извините Он может уже заразиться А я не вижу этого Как я могу заразиться Как это может быть Как это может Перейти Если я нахожусь в машине С кем-то Ничего не видно Но мы видим то что Даже в материальном мире Есть это проявление А в духовном мире То что так же работает Если стенки Могут быть пропитаны И если Есть переход Каких-то вещей То что так же Наше поведение Влияет на этот мир Дорогие друзья И мы представим себе Сейчас До такого момента Пошел Именно мир Поколение Ноаха И ноах Дорогие друзья Строит В течение 120 лет Свой ковчег И он упрекает людей Он упрекает людей И говорит Ребята Делайте Чуву Делайте Чуву И что мы думаем Люди отреагировали Люди начали смеяться на него Люди начали говорить «Ты сумасшедший дядя сумасшедший дядя Ты строишь что-то Чем ты можешь нас напугать?» На что они надеялись? Они надеялись на то «На их силу». Великаны Дорогие друзья Знаете, что такое великаны? Когда Ноах им сказал Творец даст Наводнение Они говорили Откуда должно быть наводнение? Если наводение придет из земли, мы настолько великие. Просто подумайте, о каком именно реальности идет речь. Мы настолько великие, мы настолько большие. Мы можем наступать наши ноги на эти дыры и закрывать их. И Он ничего не сможет с нами делать. Что скажешь? С неба придет. С неба придет большой дождь. Мы боимся. Что проблема? Мы встали на горах. И на горах мы поднимемся настолько высоко, что у нас никакая вода нас не погубит. И эти были тот великан, это были те именно люди, которые жили там. И что здесь ветерина с ветварицем и делал? Привез горячей водой. То, что они не только не могли закрывать, они сразу же упали там же. И тем, что они упали, все уже ничего не могли делать. Но представим себе, настолько был именно в человечестве именно вот это желание пройти против Творца. Делать именно все, то, что именно делать, делать именно против Творца. И предупреждение, и все, и все. И с другой стороны, тоже это интересно, это предупреждение нашей жизни, нужно просто задуматься о величии Ноаха. Подумал просто две минуты о том, что человек строит в течение 120 лет ковчег. Каждый день приходят к ему люди и говорят, сумасшедший дядя, сумасшедший дядя, сумасшедший дядя, сумасшедший дядя, сумасшедший дядя. Представляем себе, вот смех творец тебе говорит, что да, Ноах построи ковчег, потому что люди уже ведут себя очень сильно плохо, и будешь уничтожением всего, и ты со всеми будешь именно спасен. И каждый день, дорогие друзья, каждый день люди смеются над твоим решением. Ты один и единственный человек. Один и единственный человек, стоящий строишь это, и доверяешь твоим словам, и доверяешь ему Творцу настолько, и ничего тебя не ломает. Ничего тебя не ломает. Приходят люди и смеются, смеются, смеются. Иди, пойдем, будешь так, как мы. Что ты делаешь? Что за дурачество? Что с тобой? Над смех постоянный, и Ноах, так как железо, стоит на своем, уверен в словах Творца. И 120 лет, не 120 дней, не 10 лет, 120 лет, дорогие друзья, строится этот ковчег. И он стоит, как железо. Это просто сейчас задуматься о величии тоже Ноаха, и подумать, что как, может быть, в принципе, тоже в нас, очень часто есть такие моменты, то, что мы должны быть просто, как железо. Вокруг нас может быть много именно давлений, но настолько человек может быть именно сильным. Все может быть вокруг, на смех или этот, но то, что истина, человек идет именно до конца, с этой истины. Но пройдем дальше еще. Приходит вот это наводнение. Приходит наводнение, и в действительности, как мы уже сказали, если все страшные поведения, то, что было именно в человечестве, Творец уже сказал, весь мир абсолютно испорченный, весь мир уже не может так пойти, и приводит именно наводнение. Что мы видим отсюда? Происходит, дорогие друзья, до Ноаха, наводнение, где океаны поднялись и стерли треть планеты. Это был первый именно упрек. Второй, наводнение приходит. И приходит не просто так, то, что вот, happen to be, на сегодняшний день происходит цунами, мы ничего не знаем, друзья, мы не знаем причину всех этих вещей. Дорогие друзья, приходит к тебе человек, который тебе говорит, ваше поведение, ребята, не совсем нормально, не ведете себя хорошо, будет что-то, потому что босс этого мира сказал, что мне что-то тут не нравится, тут не идет по плану все, тут не идет именно по плану, не идет так, как должно было быть, не идет так, как, это очень сильно плохо, так, что вы делаете. Грубо говоря, что тут мы на самом деле находим? Что есть дин в еждайан, что этого мира есть хозяин. И мы не можем загрязнять его дом, его место просто так. Это то, что он говорил Дором Абуль, то, что он говорил, ребята, я треть планеты, я абсолютно все, может быть, очнитесь. Приходит дух и говорит, ребята, очнитесь, у этого дома есть хозяин, у этого дома хозяин может взять за уши и выкинуть вас с этого мира. ты говоришь, как, кто, все, но что? Нет. И желание было там поколение пойти против Творца. Несмотря на то, что они видят это все, видят всех этих страшных вещей, несмотря на это, нет, реабелировать, делать реабелье против Творца. только потому, что он хочет, только потому, что это его желание, мы не хотим, да, давка хотим, и мы больше делаем именно и открыто, и скрыто, и везде, чтобы это было именно наяву. И приходит уже до такого состояния, где наши мудрецы описывают то, что правление Творца в этом мире, как мы же неоднократно сказали, это продлевает свой ярость в этом мире. Но что? Это как стакан, когда стакан есть определенный уровень до того момента, когда ты можешь поставить его, до того, сколько он может при себе, держать себе, тогда, когда наполняются грехи у людей и продлевает Творец его милосердие, его ярость, но как так, чуть ли больше и больше наливаешь, чем больше греха, в какой-то момент все будет выливаться. Когда будет полным, там уже все, он уже не в состоянии выдержать это все. И это то, что происходит всегда. Это происходит с того момента до сегодняшнего дня. В многих моментах Творец именно держит, это посмотрим везде, разрушение первого храма, второго храма. И любые моменты, где мы видим, то есть сегодня каждый день человек должен знать, как управляет Творец этот мир, продлевает Творец, но иногда, когда грехи доходят до уже никуда, уже приливаются, и не дай Бог, уже приходят не совсем хорошие вещи. Мы находим это с, когда Доренош, как третьим на планете монастерство с этого мира, Дорамабур, как мы уже сказали, когда дошло уже воровство, это уже все, воровство уже мы не можем дальше пойти, это уже милует себя там, это уже перешел, уже все. Это видно, то, что мы говорим, о, это, это, это просто, именно, доходит уже до того пика, то, что грехи уже не могут, именно, дальше, именно терпеться в этом мире. И на этом уже приходят эти страшные моменты. Дорогие друзья, посмотрев на все эти вещи, посмотрев, как Творец предупреждает через своих пророков и говорит, ребята, ведите себя хорошо, ведите себя хорошо, это не хорошо, это мой дом, это я создал вас, ведите себя хорошо, определенный план в этом мире, определенные желания в этом мире. Вы не можете просто, как говорится, шалтай-болтай ходить в этом мире. Что мы подумали бы? Да? Нуах рождает сейчас, потом у них тут трое детей, шем хамим ефет, они выходят, они размножаются, то, что так же, как мудрец описывает, так как они размножались, дома пуля, они тоже размножались очень сильно много, после этого тоже, ше-семь, дитя они рожали, да, было бы на большем на размножение, извините. Пошли на размножение, и вы думали, беда? Народ уже очнулся? Что тебе нужно больше? Наводение человечества серса, они только не говорят, определенная группа людей остался, живых. Человечество серса? Нет. Дорогие друзья, проходит несколько поколений, это всего лишь внуки тех людей, которые выжили оттуда. Да? Это внуки. Посмотрим, кто написан, посмотрите, кто, или как по компанию поколения идет речь. Как вы же сказали, Нуах рожает троих детей. Нуах рожает троих детей. Шем, хам и ефет. Шем, ха и ефет. Теперь. Хам, у хама, рождается сын Куш, Митсраим, Пут и Кнаан. Да? У хама, это человек, который выжил в наводнении, дорогие друзья. Он был там, он видел все. У хама, один из его детей, это был Куш. Да? Это уже сын его. И Куша рождается сын Нимрод. Получается, Ноах, Хам, Куш, Нимрод. Сто процентов, он видел свою дедушку, видел Ноаха, видел этих людей. Дорогие друзья, посмотрим, что происходит во время поколения Нимрода. И кто это за, вообще за человек Нимрод? Мы хотим чуть-чуть поговорить о нем. Через мамош, как уже сказали, считаем на поколение, опять приходит человечество к тому, то, что они хотят опять ревелировать против Творца. Говорится о Торе прямым образом, что Куш рождает Нимрода, и он является великаном, он является могучим именно в земле. Нимрод описал наши мудрецы, это от слова мерить, это ревелировать. Это был человек, который именно знал Творца, дорогие друзья. Это не человек, который сегодняшний день не знаем, скажем, нерелигиозный человек, человек далекий от этого, он не знает, что такое Творец, он вообще никогда не слышал, что такое Тора, что такое иудаизм, что есть Бог, что есть это. Нимрод это человек, который знает, он знает, кто такой Творец, и он идет, и он отрицает против него. Он знает, он знает, что он создал его, он знает, что он своемогущий, он знает, что он привез наводнения, он все абсолютно прекрасно понимает. Но что? Его цель пойти и ревелировать против него. Мы можем представить такое, но оно есть. Оно есть. Нимрод приходит, дорогие друзья, в этом мире, что он делает? Посмотрим, Раши, Парашат Нуах. Нимрод, он пришел ле-хамрид кола-олам, он пришел, чтобы все мир, весь мир абсолютно, все человечества того времени, которые были, чтобы они ревелировали, чтобы они пошли против Творца. в чем? Тем, то, что они построят Павелонскую башню. В Павелонской башне вся идея пришла именно от Нимрода. И Нимрод описывает нам Рамбан, потому что это был первый король, так называемый король, потому что до этого не было никаких войн, описывает нам Рамбан. и Нимрод это был тот первый человек, который собрал за собой людей, которые ходили за его идеологией, и он стал властвовать над этими людьми. Это был Нимрод. И вот этот Нимрод, в него была сила, что он пошел и забрал людей, чтобы они ревелировали против Творца. В чем была особенность его силы, мы еще придем к этому псуке, описывает нам пергидро блезер, то, что дедушка, что сын Ноаха, у него, у Ноах в принципе взял в ковчег одежду, которую Творец сотворил, которую сделал специально для Адамаришвана. Как мы знаем, после греха Творец делал специально одежду для Адамаришвана. И это одежда особенный смысл, особенная именно идея, можно целый щур об этом говорить, очень интересная вещь, что такое одежда Адамаришвана. Но эта одежда Адамаришвана, дорогие друзья, она была передана с поколением поколений до того момента, когда это не дошел до Ноаха. Ноах эту одежду он взял с собой. и его сын Хам он взял он взял эту одежду да он взял эту одежду да и написано что он взял без спроса Хам взял без спроса и он передал на самом деле эту одежду потом взял эту одежду и передал потом Нимруду В чем была особенность этой одежды ведь одежда была особенность том то что животные когда видели эту одежду они видели божественное творение в этом и все начали падать на ниц все падали на ниц да представляю себе и беема хая бео дикие животные домашние животные все птицы они все подринались и тогда они думали то что вот это его сила все люди которые смотрели на него думали о Нимруд он мамаш он великан он сильный и за это люди начали его сделать его королем его сделать королем и в конце концов что мы знали что с этим одеждой произошло эта одежда потом как бы сказать была у Нимруда и в конце концов Эсав убил брат Якова убил Нимруда и потом взял эту одежду себе потому что он захотел он завидовал он хотел именно вот эту одежду и потом Яков увидел эту одежду он взял и спрятал его и потом эта одежда передается дальше это тоже как бы интересно что с ним в конце произошло но прежде что мы знали какая сила была в Нимруде но сила вот эта сила в чем он использовал он именно использовал пойти именно против Творца что давай посмотрим построим что вавилонске на башне что он делал дорогие друзья говорит науто мураши он обманывал людей что он делал он заставлял людей он обманывал он настолько разговаривал с людьми да он захвачивал на людей чтобы они тоже револировали против Творца это был именно весь сушност этого человека и получается Нимрут взял весь человечество весь человечество того времени со собой чтобы револировали опять так и тоже как те поколения против Творца так теперь сейчас что они могут делать что я не могу делать искал следующую вещь ребята сила этого Творца нашего Творца который мы хотим против него пойти у него в чем у него в воде так что мы посмотрим мы построим такую вещь который он нас в этом он не сможет нас на самом деле револировать он нас ничего не может с нами делать так мы построим гигантскую башню что это за башня которая это так и написано в наших мудрицах это будет именно тот автозар центр который всех будем соединять и посмотрим во время строительства что происходило людей все разговаривали тем самым языком все разговаривают все которые еврейский народ разговаривают не язык который в Израиле они добавляют исправляют и изменяют наш язык которые наши предки говорили все время на языке который написан на Тора Мишна Гемора и сотворение мира произошло через этот лошон и это осталось у Авраамовину и цех Якова до сегодня мы носим этот именно святый язык весь человечество разговаривал через вот эти слова через вот этот язык и это было причина чего то что они были вместе они были именно вместе тем то что они были вместе что произошло да причина была это было именно тоже один момент groups то что Нимрод он мог именно на всех повлиять. Не было разногласий, не было разных культур, не было разных, как бы, движений или что-то такое. Все было одно. Все идем по одной именно линии. И Немрод это смог это все делать. И давайте посмотрим, что во время строительства, что-то происходило. Описывают наши мудрецы. Когда они строили эту башню, с башней, когда человек падал вниз для строительства, когда человек поднимался, чтобы добавить еще там эти... Никто даже не переживал. А когда когда падал кирпичи или вещи, чем они как бы это все строили, они начали, говорят, плакать, когда же следующий человек поднимется, чтобы мы можем дальше строить. Человеческая жизнь не важно. Только чтобы пойти, чтобы достроить его именно так, как мы именно хотим. Понимаем, такой именно решет. Пошел Аврамовину к ним и говорит, ребята, что вы делаете? Он начал меня проклинять. Эти люди, что они мне делали. это было во время Аврамовину, да, именно что вы поняли, Аврамовину родился в 1948 году после творения этого мира, да, и Аврамовину видел это все, это было во время Аврамовину все это произошло. И Нимрут, это был тот человек, который Аврамовину потом в конце бросил его в корючую печку. Аврамовину видел это все. Люди начали смеяться над него. Кто ты такой? И как мы знаем, дорогие друзья, что происходит? Творец уже тщательно, именно прямым образом это пишет, то, что творец спустился со 70 разными ангелами, которые окружали его кисяковод, и всем, всех меня разделил, дал всем разными языки, они уже не могли с друг другом нормально разговаривать. И на кого упал жребий, кто будет на самом деле носить этот избранный язык, этот язык, с чего был сотворен этот мир, это был Аврамовину. Это был Аврамовину, через него произойдет этот язык. Дорогие друзья, задумаемся, это единственный язык в этом мире, который сегодня точно так же разговаривает, как и 100 лет тому назад, 1000 лет тому назад, 2000 лет тому назад, 3000 лет тому назад. Нету такого в мире, только этот факт, только дает нам уверенность на избранности нашего народа и кто мы есть. И особенность именно наша. Мне есть знакомый, который сказал, когда он пришел именно к еудаизму, это был один из именно моментов, где он просто был просто в шоке. Эта вещь, которая лошенна кодыш только именно факту, задуматься об этом, это уже ты понимаешь, что это божественная вещь. Это ненормально, это не может быть человеком придуманной. И за этим стоит особенная сила, которая не дает этому пойти. Как может быть ты сегодня сидишь, вот я, дорогие друзья, сейчас передо мной есть книга, книга, которая была написана около 2200 лет, 2100, 2200 лет тому назад. У меня есть книга, точно так же, передо мной, которая была написана 3300 лет тому назад, на горе Синае Творец дал нам эту книгу. И у меня есть книга, которая была написана 100 лет тому назад, и все пишут одинаковым языком. Все пишут на шоу на кодыш. У меня есть книга, которая была сказана от Элиона Ви. Вы можете себя представить. И все пишут одинаковым языком. Это на шоу на кодыш. Как это может быть? И все понимают, до сегодняшнего дня этот язык. Иди пойми, сегодня язык, который был написан 500 лет тому назад даже, 700 тысяч лет, или каких-то племей где-то, в каком-то обо-обо, или что-то есть, который сегодняшний день. Даже латинский, который сегодня был все время латинский. Кто сегодня знает латинский? Сколько людей понимают это все? Избранность еврейского народа. Когда это все было? Во время Павелонской именной башни. Когда все было разделено, дорогие друзья, на Врамовину упал этот особенность того, что ты будешь продолжателем этого всего. В тебя будет, ты будешь знать нашу на кодыш, через тебя. Все остались, они все разделились 70 разными языками, 70 разными рукописами. И Творец дал каждому из этих 70 разных, группа людей, 70 разных ангелов, которые будут именно их управлять. Из-за этого Белинский Гом говорит, мы видим, как каждого народа, каждого места, где мы приходим, есть особенность, какая-то особенная культура. Откуда это может быть? Люди могут быть соседами, вот не знаю, возьмите Германию с Францией, да, Франция, итальянцы, итальянцы и испанцы. Это абсолютно две разные люди. Заходишь в Испанию, более теплые люди, в Германии, другие люди, другие, абсолютно разные. Как это откуда? Откуда приходишь? Более успешно, более меньше успешных народов? Потому что есть влияние над этих ангелов, есть влияние над этих ангелов. Что такое? Эти ангелы, Творец дает им определенный силы, определенный, скажем так, пакет благословения или пакет того влияния, пакет чего-то, что они должны быть. И это то, что они влияют, они все получают влияние от их ангела. Но раньше было все одно. А тогда у нас все разделился. И тогда люди начали друг друга убивать тоже, когда они начали уже не понимать друг друга. куча людей тоже там именно скончались. И план Немрода все абсолютно нарушится. И в конце концов мы же сказали, что с Немродом именно происходит, убивать его эсов и запретать одежду. И вся идеология его абсолютно все равно ушла. Дорогие друзья, эти все истории, мы сейчас посмотрели Медроши, посмотрели Вторе, посмотрели везде. На первый взгляд кажется то, что это да, это очень интересно именно рассказы, вещь, которые очень сильно интересно. Да? Но что это для нас? Что мы можем взять? Что мы можем взять для нашей практической жизни, дорогие друзья? Но до того, как мы пару минут именно дадим этому, я хочу еще один интересный поступок прочитать. который мы можем, к сожалению, если прочитаем просто так, мы уже уже пропускать. И мы не заметим настолько тут есть невероятно большую вещь для нашей жизни. Порошат Ноах после того, как Творец пишет свои книги про Немрода. И, как мы уже прочитали через раньше комментаторов, то, что Немрод был человек, который был, который хотел отрицать, который хотел воевать им напротив Творца. есть один интересный поступок, где написано, Минаара Цахи, Яца Ашур. С этой земли, вавилонской земли, где был кто Немрод, Яца Ашур, Ашур, вышел оттуда. Ашур, вавилон, это Нинве, и он построил Нинве, веет руховод, и веет калах, построил он руховод и и построил калах, и ресен, бен Нинве, бен калах, и построил ресен между Нинве и калах, это есть, говорит, большой город. Дорогие друзья, кто это, кто это за человек, что с ним, Минаара Цеца Ашур, вышел Ашур, вышел, извините, вышел Ашур, при чем тут, Немрод, беседами понимаем, зачем Тора должен нам рассказать, показать, кто он был, что он был, и так далее. С этой земли, знаешь, от вавилонской земли вышел Ашур и построил четыре города, знай, что это значит. Дорогие друзья, Ашур это был человек, который увидел, как весь человечество идёт за Немродом, который хотел отрицать и воевать против Творца, и бунтовать, и репелировать против Ашема. Ашур, увидев этого всего и посмотрев то, что его дети, они слушают Немроду, и они идут тоже против Творца, Ашур, он пошёл с этого места. Он увидел то, что он, его дети под влиянием Немрода, Ашур сказал, я ухожу отсюда. Я ухожу отсюда. Представляем себе? Да? Это получается, человек уходит с этого места и Творец говорит сразу же, он пишет суким, который кому, какая разница, в принципе, что он построил. В Торе ни одного личного слова нету, дорогие друзья, ни одного личного слова нету в Торе. Ни одного буковки, даже софер пишет целую софер Тору, и одна буковка личной или не хватает, вся софер Тора построена, нельзя читать из него. Буковка, и говорит, тут целое предложение, две предложения. Один предложение, хорошо, Ашур был человек, это потом написано еще, он построил этот город, эти города, эти города. Нам важно, какие города он построил. Дальше, где мы видим вообще, кроме Нинвия, которую мы знаем, насчет Йона, что эти? Дорогие друзья, написано в метраж, Берещи Траба, Творец говорил, Ашур, Ашур, ты ушел с этого места из-за меня. Я тебе дам. Ты ушел с места, где было четырех королевств, четырех именно мест, я тебе дам четыре твайха места. Я тебе дам четыре именно городов. Ты ушел из места четырех городов, и где написано то-то, где был Вавилон, и все эти четырех королевств, ты ушел из этих четырех именно мест, я тебе дам сейчас четыре разных имена городов. Говорит нам великий Хафицхайм. Есть времена, когда человека есть именно действительно такой именно выбор. Что? Есть мир именно идет бунтовательно против Творца. идет именно бунтовик против Творца. И человек думает, я могу пойти против этого. Говорит тебе Ашем, святого Ашура, знай урок, когда ты пойдешь и пойдешь за Ашемом, Ашем благословит тебя из его рук. Он благословит тебя, как он благословил именно Ашура. Так как он благословил Ашура, ты иди за него, иди за него, и ты увидишь, как он тебя лично будет именно благословлять. И, дорогие друзья, дополнительный момент, который мы должны взять на самом деле из всей этой истории. Мы думаем, что Немрод был 4000 лет тому назад, приблизительно, 3500, 3700, 800 лет тому назад. Это был тогда и все. Дорогие друзья, постоянно есть ученики Немрода. Постоянно приходят в поколениях и в наше поколение, и в предыдущих поколениях. Постоянно есть люди, которые хотят реплировать против Творца. Постоянно есть люди, которые хотят взять нашу Тору, который есть желание Творца, и его делать вот таким. Отрезать определенные вещи, переделать определенные вещи, не доделать, не досказать определенные вещи, вещи, которые связаны с верой и так далее, и так далее, пропускать. Есть целые люди, которые жаждуют этим. Жаждуют. Они могут даже не сказать тебе. Они кажутся нам очень приятными. Они им кажутся очень хорошими. Но, дорогие друзья, настолько нужно быть осторожным. Настолько нужно быть осторожным, что мы читаем, что мы смотрим, что мы даем нашим детям смотреть, что мы. Мы даем нашим детям читать. У меня был случай, когда пару лет назад я купил, был день рождения моей дочки, и она очень иногда интересуется натурой, и животным миром, и так далее. И мне очень сильно нравится. И было тогда 4 года, мне кажется. И я думал, хорошо, я тебе куплю энциклопедии, или там разные книги были про животный мир, и так далее, очень дорогие книги. Девочка нравится, пусть она станет умнее, и этот, умные книги, пусть будут дома. Я заказал 3 большие книги. 3 большие книги. И вам аж такие картинки, вы не можете себе представить. И смотрим, смотрим, картинки суперские вообще. Ну, там вижу то, что там большие тексты, большие тексты. Думаю, окей, это не просто именно книга, это правда, человек должен сидеть, это учить, и это, и это, и это, и это. Дорогие друзья, открывай книгу, первым на же странице. И вот, вместо миллионов травм назад, произошло вот такой волшебный биг бэйн, произошло это, произошло это, произошло это. И откройте следующую страницу. Опять то же самое вещь. И вот эта дыба была вот так, вот так. И вот обезьяны, ты наше эти, наше эти, наше это. Вау! Я был такой... Изначально даже ребенку не дается шанс думать о чем-то другом. Изначально мир был сотворен, не сотворен, а вот так вышел. Да? И Дарвин, оказается, тоже прав. И Биг Бэйн тоже оказался прав. И он тоже оказался прав. И все... Ребенок даже нету, у него тоже свобода выбора. Он будет читать сейчас эту книгу. И что, посмотрю, да, папа, ты мне расскажешь на шаббатном столе. Ашем, Творец, создал этот мир, Абрама Вину. 200 миллиардов тому назад, 300 миллиардов тому назад. Обезьян, оказывается, наш дядя, наш прадедушка. Что ты мне рассказываешь? Наш прадед был Абрама Вину. Я сказал сразу же, извините, было очень больно отказаться от твоей дочки. Я сказал, извини, но эта книга дома не только даже читать, даже находиться нельзя на самом деле эту книгу. Влияние которой можно эта книга дать нам? Я не хочу. Я не хочу. Я не хочу давать, хас лила, халила вы хас. Моя дочка даже... Я знаю, что она вырастет, она это все узнает, она все это узнает, все эти теории. Но у тебя дома, чтобы была эта вещь? Ни в коем случае я взял все это, отправил. Чао, пела. Я не хочу дать тебе иметь ничего. Ты же спроси потом, раввина. Я раввина сказал, если твоя дочка, да, в состоянии эти вещи фильтровать, если она взросла и так далее, тогда это может быть одно дело, но в принципе такие вещи, нужно быть все равно осторожными. Нужно быть осторожными. И так же куча вещей, которые среди именно строчек на самом деле написано. И мы не можем это на самом деле заметить. То, что именно отрицание, полнечество просто отрицание Творца, полнечество отрицания всех именно духовных и важных и ценимых вещей, которые мы живем и хотим, наши дети получили. И это то, что мир на самом деле очень много может нас именно влиять, может влиять в наших именно детей. те, именно те вещи, которые каждый из нас может задуматься, и настолько мы дав состояние эти вещи на самом деле взялись на себя. Настолько мы дав состояние эти вещи, но знать, то есть очень большая опасность. Очень большая опасность. Мир дышит именно и эти философии, которые Дарвин, к сожалению, привез в этом мире. И он тоже, может быть, не говорит этого. Может быть, мир и в этих книгах не написано, что мы согласны с Дарвином. Может быть, не говорит то, что мы согласны. Извините, но человек, читая именно эти книги, читая и смотрев эти вещи, эти передачи и так далее, он уже автоматом профильтруется у него именно мозги. Фильтруется именно у него мозги? Да, именно это так. Тогда бы вода. А как же по-другому? А что-то есть другое. И так работает весь мир. Так работает именно. И это с большим на опасность, дорогие друзья. И мы, как родители, как мы личности, самостоятельно приходит что-то проверить. Я не говорю сейчас, я не тут рубежка, это книга да, это книга нет. Но лично мой совет был бы любая книга давать раввину, которой мы доверяем, проверить, можно ли это давать нашим детям или нет. Можно ли это проверить или нет. Можно ли это с самого мобината читать. И поверьте мне, я не веду мало этих вещей. Великие раввины на самом деле это говорили. Ховецхайм в свое время этого тоже сами наделал. До сегодняшнего дня всех доли отовр, которые я лично от их меня слышал тоже. Иди проверь, люди давали именно раввину, иди посмотри в этом. Потому что есть такие же немрота, как было 3000 лет тому назад, тоже сегодня, которые хотят, знают Творца и хотят отрицать его. И хотят, мы хотим делать против именно Творца, против именно всего этого. против всего святого, которым мы живем и дышим, и мы хотим быть именно такими детьми Аврама Вину. И убирает, уничтожает именно наша истина, нашу Тору и наша именно святость. И это может быть тоже не только проявляться в книгах и в фильмах и так далее. Но мы проявляемся именно в людях, которые могут быть скипами даже, но когда с ним говоришь, и ты понимаешь, что столько все абсолютно закручено. Все абсолютно закручено. Разве мы движения, которые выдумывают каких-то вещей, добавляют каких-то вещей, убавляют каких-то вещей. Вещи, которые наши предки не видели вообще. Наши прадцы вообще никогда даже не могли даже мечтать об этом. И когда приехал в Германию, людей, которые здесь я видел, шокиваются. Как может быть? Как это вещи, где написано таких вещей? А в том оказалось, что да, эти люди вообще выдумывают новую абсолютно религию, новые абсолютно вещи, называют, что это иудаизм. Называют, что это иудаизм. Но это абсолютно никак не связано с иудаизмом. Это абсолютно вещь, которой нет. и для нас важный именно момент знать опасность именно этих моментов и этих немродов, этих людей, которые хотят репелировать именно против Творца и ходить по путям, которые наши прадцы именно выбрали. Наши прадцы это что? Так как жил Мой Рев до этого Рав, до этого Рав, который идет до Вильевского Гаона, идет до Рамбамады, идет до Раши, идет до Эрбюдана Си, до Кемары, до первого Храма, до Давида Мелеха, до Маширабену. Это наш путь. Это наш путь, который никогда не прекращался. Все остальные пути, дорогие друзья, все именно большими вопросами. В любых винатечениях, где есть в народе какой-то вопросительный знак, самому нужно задавать вопрос. Действительно, это что-то? Почему-то вот в этих направлениях нет вопросов, а там большой вопросительный знак есть у еврейского народа. Я даже ничего не знаю. Я прихожу со стороны, смотрю, почему-то в этих направлениях есть очень большой вопросительный знак. Он не согласен, он не согласен, он не согласен. Something is wrong. и он что-то новое выдумал. А почему-то в Торе написано, что Тора никогда не будет меняться. Это будет вечная Тора. Когда мы будем с нашими корнями, дорогие друзья, и больше и больше прицепляться к этому, без есть большую опасность, которые не хотят все это абсолютно портить. Лим рода баа шем, дорогие друзья, хотят пойти в буквальном смысле против Творца. Знают Творца, облегаются в Творце, облегают и одеваются, и это говорят, да, это Тора, да, это все. Это полнейше отрицание Шева. Потому что Тора только тогда, и пусть никто вас не обманет никогда, только Тора тогда есть Тора тогда в своем полноценности. И когда меняется что-то, меняется даже пимпочка маленькая. Тора Тошем Тмима так написано. Тмима он должен быть полноценным. Меняешь ты что-то, меняешь ты говоришь это истина, это есть Тора. Ты можешь сказать, я не нахожусь там, я не этот, я не этот. Это одно дело. Меняешь Тору Нимрод. Нимрод. Ты хочешь просто быть Нимродом. Это есть. Это есть. Это есть. И люди намеренно делают это. И это большая опасность. И особенно в Америке это ужасно, мамаш. И в Израиле сейчас мы видим это ужасно. В Германии это завезо уже было давно и до войны уже 200 лет назад все это началось. И не только в это то, что мы все не понимаем, о чем я говорю. Есть даже практически вещи, что мы читаем, что мы видим. Там они могут быть. Я хочу закончить именно историю, которую я слышал давно. История была мамашина прорезительная. Понять настолько на самом деле сила одно предложение может прорывать сердце на человека. Блодин Равин к которому привезли книгу посмотреть может ли этот человек прочитать эту книгу. Этот Равин я эту историю слышал от Моши Армштерна, который был великим равином в Израиле. И к этому человеку когда привезли эту книгу он сказал что да эта книга кошерная. Ну как ты можешь прочитать в него нет в принципе никакого у тебя должно быть призыв без Эдера. Через какое-то время у этого Равина появляются вопросы на веру. Какие-то вопросы мучают его в голове. И он не понимает откуда это все. Проходит время и он думает опять эти вопросы мучают его мучают никак не может выйти сетях именно мысли и через какое-то время он задумался и он понял то что в этой книге который дал этот человек ему проверить он там было написано какое-то веро-отрицание которое не было прямо текста написано но именно то что называется среди строчек было написано именно это все вещь которую скажем так человек имеет ввиду если ты понимаешь что он именно говорит ты понимаешь вещь которая не написана в принципе но приподняв эту вещь ты понимаешь другую вещь абсолютно крестередис строчек было написано эта вещь это во мне настолько зашел в голове я не мог вытаскивать это с головы отрицание не написано но он имел ввиду это среди строчек это зашло и не выходил из головы только друзья рассказывал этот раввин я уже не помню его имя к сожалению что он сказал что вам сказать говорил этот раввин то что годами или долгое время чтобы не обманываться годами я не знаю сколько было но я помню точно что было долгое время долгое время он не мог вытаскивать эту вещь эту мысль из головы не мог эту мысль вытаскивать из головы До того момента, представляете себе, настолько было сильно у него, до того момента, пока он не стал в день Йом-Кипур, самый святой день года, в день Йом-Кипур, он стал на молитве Нейла, самой святой молитвой, которая у нас есть в течение всего года, и он просто перед открытым именем, просит Ашема, Ашем, убирай, пожалуйста, эти мысли от меня, я не могу жить с этими мыслями больше, пожалуйста, убирай эти мысли от меня. И этот арвин рассказывал, он выходит от молитвы Нейлы, как рожденный ребенок, который абсолютно не помнит, что за мысль у него была. Ашем просто забрал эту мысль. Дона Ильи у него настолько мучил, он не мог нормально быть. Где какая-то книга, в которой среди что-то написано. Настолько мы должны быть осторожны, дорогие друзья, в этом мире. Мир, он полно заблуждений, полно именно вещей, которые насчет Тора постоянно раскрывают нам. Вещи, которые происходили тогда, это то, что происходит и повторяется. Что мы думаем, эти, скажем так, разные муновиды, как бы политики, как то, что было в России, то, что было сегодня. Все эти вещи, все уже были на самом деле в Торе, уже до этого. Все эти движения, все абсолютно были, все просто повторяются. Всех этих людей, которые сегодня мы видим, они все абсолютно уже были когда-то. Я не говорю про Гильгулим или каких-то вещей, идеологии, да? То же самое все повторяется, но Тора нам говорит, где конец Нимруда? Где конец этих людей? Мы знаем, если убивают его, ничего не остается из его идеологии. Из них ничего не останется. Кто остается? Авраам, Ицак, Яков, их именно потомки. И это есть вот борьба, которая у нас есть и сегодня тоже. У нас есть Нимруда, есть люди, которые хотят именно воевать против Ашема. И мы должны быть сильными. Мы должны быть сильными, ходить по путям наших братцов, Авраам, Ицак, Яков, и наши Торы, которые мы получили, и наши раввины, которые бесконечно никогда не были остановлены. Ак, Моши, Рабейну, до сегодняшнего дня. И когда есть определенные вещи, которые есть под сомнением, пойти спросить у Рабина. Пойти, можем ли мы, нет. Не допускать даже дома, что эти вещи были. Это мы думаем, это просто так может стоять, это может влиять очень сильно. Это духовное влияние, которое может быть. Мы не зайдем в это сейчас очень сильно, но поверьте мне, доверьте мне, это так и есть. Это духовное влияние, которое может привести эту вещь. И дай Бог, чтобы Творец всегда хранил нас тех плохих вещей, плохого влияния и плохих вещей, которые мы можем смотреть, или всех плохих мы на вещей, и чтобы всегда ходили по путям наших православных генераций.